Добрый день, мои дорогие зрители! Добрый день, мой дорогой и любимый YouTube! Сегодня мы с вами поговорим о принципе, который кардинально меняет наше восприятие реальности и помогает изменить нашу жизнь. Это, конечно же, принцип зеркала реальности. И также мы с вами поговорим о фундаментальных идеях, которые непременно приведут к положительным изменениям в вашей жизни. Мои дорогие, вы когда-нибудь задумывались, что стоит за успехом некоторых людей? Их способностью притягивать к себе любовь, счастье, словно магнит, в то время как остальные находятся в какой-то затяжной схватке с бесконечным рядом трудностей. Ответ найти можно в изумительно простом и в то же время поразительно мощном принципе зеркало реальности. Представьте себе, что каждый из нас обладает своим персональным зеркалом, которое, собственно, и есть наш мозг. Оно является абсолютно совершенным отражением наших глубин, наших внутренних убеждений, страхов, ожиданий, надежд. Это зеркало отражает тот мир, который мы создаём для себя. Правда, порой вызывает удивление. В конечном итоге в зеркале мы видим только то, чему сами и потакаем. Смысл зеркала реальности состоит в том, что оно не создаёт, не искажает отражение. Оно лишь показывает реальность, как она предстаёт перед нами. Оно безразлично к интерпретации. Оно облекает форму ваш внутренний диалог, ваши ожидания, ваши страхи и ваши надежды. И использовать тут бесполезно. Ваша реальность — это всего лишь отражение вашего восприятия себя и мира вокруг вас. Так что же вы можете сделать прямо сейчас, чтобы принцип зеркала работал на благо вам? Прежде чем начнём, маленькая просьба. Пожалуйста, поддержите видео лайком и комментарием. И, конечно, подпишитесь на канал, если до сих пор ещё не подписаны. Я делюсь только тем, что поможет сделать вашу жизнь ещё лучше. Всё, что я даю, проверяла на себе лично. И вот пять фундаментальных шагов, которые вы можете предпринять. Первое — это внутренние изменения всегда предшествуют внешнему. Это нужно понять. Оцените своё текущее состояние. Посмотрите на своё отражение в зеркале вашей жизни. Разберитесь, какие аспекты вашей внутренней жизни проявляются во внешнем мире. Если вы недовольны отражением, задайте себе вопрос. Что мне нужно изменить в моём внутреннем мире? Какие мысли, убеждения и чувства мне нужно пересмотреть? Мир вокруг нас — это лишь многогранное зеркало, отражающее наше внутреннее состояние. И если мы хотим увидеть изменения во внешнем мире, мы должны прежде всего изменить свои внутренние мысли, чувства, убеждения и излучаемые эмоции. Начать нужно с замены старых убеждений, каких-то негативных установок, которые больше не служат нам, на новые, которые мы раньше почему-то инновировали. Это может быть изменение отношения к себе, может быть изменение отношения к своей жизни. Здесь великолепно помогут аффирмации, например, аффирмации благодарности. Ссылочку оставлю в комментариях. Слушайте, повторяйте, проживайте, чувствуйте. Это будет прекрасным началом. Второй шаг — зеркало реальности. Отражает наше видение себя и мира вокруг нас. Если мы видим себя в каком-то отрицательном свете или смотрим на мир через призму негатива, тогда наше зеркало реальности будет отражать именно это. И очень важно осознавать собственное видение себя и своего окружения, чтобы иметь возможность изменить его. Внутри аффирмации — это очень мощный инструмент для изменения внутреннего диалога. Найдите утверждения, которые поддерживают именно ваши цели, именно ваши убеждения, и начните повторять их каждый день. Произносите их в слух, пишите на бумаге, даже запишите где-то и разместите дома или на работе на видном месте. Третье — осознанное формирование нашего «Я» и взгляда на мир, определяет наше существование. Снова оцените своё восприятие мира. Все мы склонны реагировать на происходящее вокруг на автопилоте. Но наше восприятие — это не что иное, как выбор. Научитесь просматривать каждую ситуацию через линзу ваших свежих убеждений, и вы заметите позитивные изменения в восприятии самого себя. Когда мы точно знаем, кто мы и как мы воспринимаем окружающий мир, то начинаем вытягивать события людей, которые идеально сочетаются с нашим мировоззрением. Небольшой совет на пути к этой осознанности перед тем, как реагировать на события или отвечать на какие-то вопросы. Сделайте паузу и задумайтесь. Ваш выбор, он всегда есть. И это очень мощное оружие, которое позволит вам контролировать своё отражение в зеркале жизни. Четвёртый шаг — верить в созданную идентичность и мировоззрение. Результаты не всегда бывают незамедлительными. И ключевым является устойчивость и вере в свою новую идентичность, в своё мировоззрение, даже если внешний мир изначально не подтверждает эти трансформации. Просто взгляните на маленьких детей, которые только учатся ходить. Они начинают с ползания, потом начинают подниматься, опираясь на окружающие предметы. Падают, встают и снова падают. Они делают тысячи попыток, прежде чем научиться стоять на своих ногах и ходить самостоятельно. А потом они тренируются миллионы раз, превращаясь в лучших спортсменов мира. Также важно преданно следовать своей вере, вере в себя. И ещё один полезный совет, чтобы поддерживать свою веру в себя и своё стремление. Попробуйте каждое утро, как только просыпаетесь, записать всего лишь 10 целей, которые вы стремитесь достичь. Это очень простая ежедневная практика, поможет помочь вам в поддержании вашей уверенности, вашей настойчивости. И в конечном итоге покажет вам путь к желаемым изменениям. И пятый шаг — фокусируйтесь на том, что у вас уже есть, и на том, к чему вы стремитесь. Для того, чтобы ваша реальность начала отражать жизнь, которую вы стремитесь прожить, очень важно принять прямо сейчас и оценить те блага, которыми вы уже обладаете, а также активно стремиться к тем целям, которые вы ставите перед собой. Это создаёт некий мост между вашим настоящим и будущим и стимулирует процесс положительных изменений. Благодарность — это великий множитель. Слово «благодарю» — это как магический шёпот, который открывает дверь к счастью, любви, богатству и всему тому, что вы можете себе представить. Есть видео на моём канале под названием «Благодарю 108 раз». Посмотрите его, пожалуйста, и обязательно попробуйте. Эта практика заложила основу успеха очень многих благополучных, счастливых, богатых людей и внесла кардинальные изменения в мою собственную жизнь. Суть её заключается в том, что акт благодарности вызывает эффект преумножения, притягивая ещё больше причин для благодарности. И если вы начнёте проявлять благодарность, Вселенная ответит вам, подарив ещё больше причин для получения благодарности. Вот так, мои дорогие друзья, я надеюсь, теперь вы будете воспринимать жизнь через призму зеркальной реальности. Помните, пожалуйста, что ваше зеркало реальности отражает только вас. И вы — тот самый человек, который может изменить это отражение. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если видео было полезным. Делитесь им с друзьями. А я желаю вам интересных открытий и позитивных изменений в вашей жизни.